Университета не обозначен. Хотя деньги явно пришли со стороны, сам университет тогда, как и сейчас, не имел широких финансовых возможностей. Но вот что самое странное. Из документов следует, что 20 тысяч рублей были выплачены не для какого-то масштабного исследования, а на поездку некоего профессора Лидебура для изучения растений южных районов Алтая. Более того, судя по документам, планировалось, что профессор отправится на Алтай один, без ассистентов. Чего еще не случалось в истории ни одной научной экспедиции. В Змеиногорске я осмотрел плавильню, а затем побывал и в самом руднике. Сделать это оказалось много сложнее, чем я полагал. Это запись из дневника биолога Карла Лидебура, который он вел на протяжении всей своей поездки по Алтаю. Дневник профессора запутывает все дело еще больше. Судя по нему, Лидебур, появившись на Алтае, не поспешил на природу, а застрял более чем на месяц в Змеиногорске, в маленьком городке со скудной растительностью. И что самое странное, он буквально каждый день совершал попытки пройти на местный рудник. Но почему профессор-биолог так интересовался горнорудным производством? К тому же выяснилось, что ученый, который ежедневно с немецкой педантичностью делал записи о руднике, вернувшись в Петербург, почему-то не составил никакого научного отчета для университета. Видимо, изучение флоры Алтая не было основной причиной поездки профессора в Змеиногорск. Но тогда что? Как ни странно, напрашивается догадка. Если некто посторонний, чрезвычайно интересуется рудником, то не с промышленным ли шпионажем мы имеем дело? Мы понимали. Предположить, что профессор биологии промышленный шпион – это по меньшей мере смело. Тем более, что Карл Ледебур был авторитетной фигурой в научном мире. Карл Христиан Ледебур был образованнейшим человеком своего времени. В 1825 году он составил и издал первую в мире энциклопедию о растениях Евразии, в которой писал 6 тысяч видов. Кстати, сразу после своей поездки по Алтаю он почему-то уехал из России. Внезапно и навсегда. И это обстоятельство никак нельзя сбрасывать со счетов в нашем расследовании. Но почему профессор биолог так настойчиво шел на Змеиногорский рудник? Что особенного он ожидал увидеть в недрах горной выработки? Рудник Змеиногорский возник еще в Петровские времена. Он детище Демидовых. Их люди так называемые рудознацы обнаружили здесь залежи медной руды. Стали копать и оказалось, что залежи эти огромные. У Змеиной горы выросло поселение. Из горы начали вынимать породу и отделять от нее медь. Очень скоро выяснилось, что руда в Змеиногорске особая. Кроме меди в ней чрезвычайно высока премьез серебра и золота. После такого открытия Демидовы решили разрабатывать свой рудник уже по полной. И туда потянуться нескончаемый поток рабочей силы. Правда, оставалась одна проблема. Для частных лиц существовал запрет на получение драгоценных металлов. Все права на золото и серебро находились в руках у государства. И работа затепела. Но так как Демидов занялся, как вот теперь говорят, контрабандой, то есть валютный металл присваивал и обогащался. А пометочка была только. Поэтому из его ведения в 1747 году изъято были все 73 рудника, 8 предприятий, то есть заводов перерабатывающих, и это было передано кабинету. Мы в 100 километрах от Змейногорского рудника на Колыва на Воскресенском камнерезном заводе. Тоже Демидовском. И профессор Ледебур, направляясь в Змейногорск, тоже мог на него заехать. Кстати, надо бы выяснить, сделал ли он здесь остановку. Мы пришли и смотрим, как и что работает. Это станок. Штрипсовый называется. А за счет чего же он пилит эта-то пила? Мягкая сталь. В эту сталь вот отсюда и сито вот сыпался абразив с водой. Именно так 200 лет назад действовали все промышленные шпионы. Ходили, присматривались, если что-то интересовало, просили чертежи. Естественно, не бесплатно. Такой была тогда технология промышленного шпионажа. Мы хотим понять, мог ли человек без специальных знаний выведать для кого-либо производственные секреты? Видимо, да. Профессор-биолог? Лучше и не придумаешь, он же не вызовет лишних подозрений. Кстати, примеряя на себя роль промышленных шпионов, мы выяснили очень много интересного о колыва на Воскресенском заводе. Когда-то он гремел на всю страну и получал чуть ли не все самые сложные камнерезные заказы. Именно здесь 20 лет камнерезы ваяли из цельного куска яшмы гигантскую царь-вазу, которая сейчас стоит в Эрмитаже. Находясь на Колыванском заводе, мы подумали, а что, если профессор Ледебур в своих попытках пройти на шахты в Змеиногорске действовал просто в силу обычного интереса путешественника? Раз уж приехал в такую даль, то почему бы вместе с растениями не осмотреть и местную достопримечательность рудник? Навряд ли. Как путешественник Ледебур в таком случае обязательно приехал бы на Колывана в Воскресенский завод, где уж точно есть на что посмотреть. А профессора здесь не было. Мы выяснили это. Значит, все-таки его интерес к Демидовскому руднику был вызван не ознакомительными, а совсем иными соображениями. Выведывание производственных секретов всегда было делом распространено. Сами Демидовы не раз к этому прибегали. Известен случай, когда в Англию был послан знаменитый мастер Мирон Черепанов, чтобы там изучить выделку полосного железа, паровые машины различной конструкции, обжиг и плавку железных руд. Именно тогда Черепанов увидел в действии английские паровозы, а потом построил собственный, тот самый, первый в России паровоз. Кстати, на взятки, который раздавал Черепанов за информацию и чертежи, у Демидова ушло 9 тысяч рублей полновесного серебра. Напомним, Карл Ледебур тоже получил огромные деньги для своей поездки, и при том из неустановленного источника. Может быть, тоже для подкуп должностных лиц на руднике? Но были ли на руднике в Змеиногорске такие ноу-хау, которые могли заинтересовать демидовских конкурентов и стать объектом промышленного шпионажа? Отвечая на этот вопрос, совершенно неожиданно мы узнали, что, оказывается, здесь и вправду стояли механизмы, которые не имели аналогов в мире и чуть ли не на сто лет опережали свое время. В 1782 году мастер Козьма Фролов в Змеиногорске построил удивительное инженерное сооружение, систему гигантских колес и желобов, которые приводились в движение при помощи воды и позволяли полностью механизировать рудное производство. Ее уникальность еще и в том, что о сооружении Фролова ничего не было известно за пределами Алтая вплоть до наших дней. Даже сегодня многие самые знающие историки техники считают, что лучшей инженерной системой 18 века была гидросиловая установка в Версале. Ее называют чудом Марли. Она подает воду в фонтаны дворцовых парков французских королей. На самом деле чудо Марли кажется детской игрушкой в сравнении с чудом Фролова. Чудо Марли было устроено так. На сене соорудили плотину и установили 14 водяных колес. При помощи разных тяг, шатунов и балансиров эти колеса приводили в действие 221 насос. Насосы качали воду на высоту 162 метров, откуда она поступала сначала в Акведук, а потом к фонтанам Версаля. Гидросиловая установка Фролова работала принципиально иначе. Во-первых, никаких насосов. Вся система работала по каскадному принципу, и ни одна капля воды не проходила здесь вхолостую, в отличие от Версаля, где КПД установки был довольно низок, и фонтаны часто останавливались. Во-вторых, водяные колеса были больше французских почти в два раза, и Фролов разместил их не на поверхности, а под землей. Для них в Змейной горе пробили огромные на 21 метр в высоту камеры. В такой подземной камере свободно мог бы поместиться пятиэтажный дом. Наконец, в-третьих, в недрах горы пробили канал, по которому гигантским колесам пустили воду из городской реки. Подземная река вращала колеса, а те приводили в движение вагонетки с добытым камнем. Фактически, мастер Фролов сделал невозможное. Он придумал вечный водяной двигатель и запустил его. Значит, профессор Ледебур приехал на Алтай именно за этим секретом? Теоретически, да, такое возможно. Все же самое совершенное гидротехническое сооружение эпохи, а вода была тогда основой мирового производства. Деньги, чтобы получить чертежи установки у профессора были. Однако, одна из записей в дневнике Ледебура заставила нас иначе взглянуть на эту, вне всяких сомнений, загадочную историю. Вот запись из дневника Карла Ледебура. Мною установлено и подсчитано, что серебра и золота, поставляемого в казну Змейногорским рудником, явно недостаточно. Рудник этот не додает и, скорее всего, укрывает самое меньшее по 80 пудов серебра в год. А что, если Карл Ледебур появился на Алтае с целью установить, нет ли недостачи в поставках золота и серебра в Змейногорском руднике? Иными словами, не воруют ли там золото? Мы уже знали, Змейногорский рудник отошел в казну в 1744 году, после того, как в Алтайской медной руде обнаружили примеси золота и серебра. В то время никто, кроме государства, не имел права получать из руды драгоценные металлы. Но Демидовых подозревали, что они тайно через управляющих рудником все же выплавляют серебро и золото, а потом куда-то его увозят. В этом доме в 19 веке находилась контора Колывана Воскресенских заводов. Отсюда в подземный город Демидовых ведет ход. Его сделали управляющие, которые должны были контролировать рабочих. А вот самих управляющих никто не контролировал. Действительно, земля под Змейногорском изрыта ходами, многие из которых вели из рудника прямо в дома. Мы бы этого никогда не узнали, если бы не карта, случайно оказавшаяся в нашем распоряжении. Вот этот карьер, потом вот он. И улицы уже как складываются к 1785 году генеральный план. То есть это очень интересная карта сама по себе. Валентина Христиановна изучала практически все документы, касающиеся устройства рудника. А чтобы получить эту карту, она специально несколько раз ездила за 300 километров в областной архив, ксерокопировала ее маленькими квадратами, а потом соединяла листы скотчем. И вот здесь вот вы видите, с церкви тоже ход был туда вниз. И еще что интересно, вот та крестительная штольня, о которой я вам говорила, посмотрите, вот она начинала здесь в карьере, и вот она где выходила, и впадала вот в речку Змеевку. Видите, вот она показана. Да, вот отсюда, от карьера и до этого. Этот ход ведет подозрительно далеко за город. Зачем? Чтобы незаметно вывозить по нему что-то из рудника? Например, сереброносную руду? Что же касается профессора Ледебура, то очень похоже, что его миссия сводилась именно к проверке контрабанды на руднике, а не к выведыванию его технических секретов. По крайней мере, ничего подобного чуду Фролова в мире не появилось. Зато у начальства Змеиногорского рудника начались неприятности. После возвращения Карла Ледебура в Петербург, управляющий Змеиногорским рудником Андрей Юрьевич Юргензон был уволен. Скорее всего, экспедиция Ледебура не прошла впустую. Но если профессор Ледебур выполнял миссию ревизора приехавшего инкогнито, то кто поручил ему это? Скорее всего, тот, от кого ученому поступили 20 тысяч рублей. Но кто это мог быть? Редакторам в Москве мы поручили изучить документы в архивах, а сами начали готовиться к штурму рудника. Возможно, точки над и в истории о странном профессоре будут расставлены, когда мы спустимся в штольни. Если там действительно занимались контрабандой сереброносной руды, то не исключено, что под землей мы найдем какое-то вещественное подтверждение этого. Змейногорский рудник это гигант даже по сегодняшним меркам. Вниз шел ствол и от этого ствола и влево и вправо идут штреки, в которых работали это один из штреков. Это один из штреков, причем это уровень второй, третий горизонт. Второй, третий в смысле? У нас 10 горизонтов 252 метра глубины. 10 горизонтов и 252 метра вся глубина. 252 метра прорубленных вглубь Змейной горы. 10 подземных этажей или, как здесь говорят, горизонтов. Это был настоящий подземный город. Однако после 1917 года выработка на руднике была прекращена и сейчас его верхние горизонты срыты. Здесь котлован. Мы хотим проникнуть в рудник, но как? Нужна схема. Мы выяснили, когда-то рудник был устроен так. С вершины Змейной горы вертикально вглубь была пробита центральная шахта, от которой в разные стороны отходили горизонты. В эту систему коридоров и была вписана подземная гидросиловая установка Фролова. Когда в советское время гору срыли процентов на 60, то несколько верхних горизонтов рудника исчезли. Центральный ствол засыпали, но где-то под землей шахта по-прежнему есть. И, видимо, по ней можно спуститься до самого дна рудника. Но как теперь найти центральный ствол. Еще по имеющимся схемам в Змеиной горе 10 подземных ярусов. Мы предполагаем, что их может быть и больше. Ведь если на руднике занимались нелегальной добычей сереброносной руды, то кроме известного всем подземного города, где-то глубоко может быть и некий тайный подземный город, о существовании которого знал только узкий круг посвященных. Я нахожусь у входа в Екатерининский Кунштадт. Когда-то это место было глубоко под землей. Здесь под завалом гигантское 18-метровое колесо. Главная часть уникальной гидросиловой установки Фролова. В 2003 году на Алтае произошло сильное землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от Змейногорска. Что происходит внутри горы, каковы там масштабы обрушений никто не знает. Однако теперь открылось много новых входов в рудник. Когда смотришь на такую конструкцию, впечатление, что сделано на века. На самом деле на века. Вот эта сухая безрасходная гладка, которую вы видите здесь, впервые Козьмой Фролом применена на Змейногорском руднике. В своем дневнике Ледебур пишет о многочисленных ходах в Демидовском подземном городе, которые не имели никаких креплений, потому что были вырублены в скальной породе и уводили куда-то в ее глубь. О предназначении этих ходов Ледебур ничего не пишет. Значит, попытки ученого проникнуть в рудник все же увенчались успехом. Но если он сумел прорваться в подземный город Демидовых, то что он там увидел и что выведал. Мы попытаемся найти подземный город Демидовых. Пока мы находимся не очень глубоко на четвертом горизонте или этаже. Очень скоро станет ясно, насколько сильно землетрясение завалило штольные и штреки. Возможно, нам удастся найти ход, ведущий к тому самому 18-метровому колесу сердцу системы Фролова. Работать в одиночку здесь опасно. В любую минуту может произойти обвал. Поэтому нам помогают горные спасатели. А что это такое, как ты думаешь? Видимо, есть же старый метод. Расклинивание, да? Откола руды путем расклинивания. То есть сухую палку забивали, мочили ее водой. И она не расклинив... Это именно не расклинившаяся. Вот тоже, посмотри. Но даже если здесь, в разрушенном котлованном горизонте, мы нашли следы старинных горных работ, то что мы увидим на нижних ярусах, куда никто не ходил уже почти сто лет. Можно себе представить, сколько времени они пробивали этот туннель? Вопрос в том, как пройти в сердце рудника. Мы уже поняли, надо найти центральный ствол, ведь от него идут все пути внутрь горы. Но ведь центральный ствол засыпан, значит, надо сначала наоборот проверить все имеющиеся в горе лазы и проверить, не ведет ли какой-нибудь из них к центральному стволу. Если не повезет сразу, то искать такой ход придется долго, ведь схемы подземного города после недавнего землетрясения не соответствуют действительности. Это, кстати, навело нас на хорошую идею. Раз мы идем в рудник, по сути, первыми после землетрясения, то можем составить свою новейшую схему горизонтов. Она явно пригодится тем, кто впоследствии придет сюда исследовать рудник. мы сейчас находимся примерно на втором этаже. Вода уходит вниз. Значит, где-то на нижних этажах она может еще собираться. надо идти искать входы в Нижний Ярд. Пошли. Сейчас рудник по количеству входов в него можно сравнить с муравейником. Ходов очень много и по каждому мы должны пройти. Пока все штреки, куда нам удалось пройти, заканчивались завалом или тупиком. но любой может вывести нас на секретный этаж. Очень может быть, что Карл Ледебур искал сведения именно об этих шахтах. Но профессору, конечно, не приходилось осматривать шахты лично. У него были деньги и за них профессор мог узнать все. Ну что, пошли. Блин, ну какое-то. Осторожней с любыми деревяшками. У них не с любыми деревяшками осторожней, потому что в них потенциально торчат гвозди. Ну да. Все, снимаешь, да? Окей, да, конечно. Все, пошли. Ну вот мы сейчас идем по галереи наполовину затопленной. Да. есть надежда, что мы выйдем в какое-то развитие. Потому что это не похоже на штольню. Ну что там впереди? Так, тупик. Причем тупик именно тот, да, это не обвал. Да. Вот, братья, внимание, вот это видно следы, что это тупик, не результат обвала, а это именно результат выработки, да. Жалко. Ничего. Так, ну пошли. Там, там мы когда проходили в стороне, был уход влево. Сейчас попробуем проверить его. Может быть, там есть какое-то развитие. Так, этот ход действительно привел нас на новый уровень, к подземному храму. Оказывается, в руднике для колодников, то есть каторжников, которые работали здесь в забое, была предусмотрена возможность жить по-христиански. Может, это и есть подземная церковь? Эконостас. Почему тут не это самое не смачивается? впечатляет. Это вот и есть руда, да? Да, вот он, он упал. Мы, как я говорил, поднимали. Ход, в котором мы подобрали кусок руды, закончился завалом. Но это был уже восьмой горизонт рудника. Так мы исследовали более десятка путей, входы в которые находились на остатках Змейной горы. На данный момент наша собственная схема рудника выглядит так. Восемь горизонтов пройти в которые так или иначе можно. Гигантское колесо Фролова находится приблизительно здесь, но пройти в колесную камеру невозможно. Мешает завал. Еще мы нашли следы старинной кузницы. Она располагалась на одном из верхних уровней, а также подземный храм. Но до центрального ствола рудника мы пока не добрались. Руду мы отправили на экспертизу в институт стали и сплавов проверить на примеси золота. Но самое главное, когда в очередной раз мы выбрались на поверхность, нам сообщили, что в архивах найден документ, который явно свидетельствует об источнике финансирования экспедиции профессора Ледебура. Деньги выделил лично Конкрин. Егор Францович Конкрин был министром финансов. Причем очень сильным министром финансов. Он устранил дефицит госбюджета и провел финансовую реформу, благодаря которой в России было покончено с ассигнациями. Николай Первый, когда Конкрин в 1840 году попросил об отставке, сказал, ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов пока живы. Ты и я. Это было невероятным, чтобы Конкрин выделил так много денег какой-то биологической экспедиции. Он же был скрягой. Его отношение к казенным деньгам рисует один эпизод Отечественной войны 1812 года. Союзники выставили России счет за продовольствие для войск на сумму в 360 миллионов рублей. Конкрин, в то время генерал-интендант русской армии, перепроверил все счета до последней копейки и в результате уплатил иностранцам в шесть раз меньше. Но если на экспедицию Лидебура раскошелился сам Конкрин, то значит повод и вправду был серьезным. И вот что еще интересно, поездка ученого на Алтай почему-то проходит и по документам знаменитого третьего отделения. Значит она все же была завуалированной проверкой дела на руднике. Тогда понятно, почему крупный петербургский ученый отправился в экспедицию на Алтай один. Понятно, почему потом не было составлено никакого научного отчета. И наконец понятно, почему профессор биологии интересовался горно-рудным демидовским производством. По-видимому, Лидебур получила третьего отделения задание проверить, не выплавляет ли в Змеиногорске нелегально золото и серебро. Этим же объясняется и несвойственная конкрину щедрость. 20 тысяч рублей он выписал на взятки конторщикам за сведения о том, кто и где тайно плавит из руды драгоценные металлы. В общем, загадочная история экспедиции Лидебура для нас прояснилась. Но мы еще надеялись найти в глубинах рудника какие-то вещественные доказательства его миссии. Тем временем нам сообщили, что в институте стали и сплавов для нас появились новости. Валентин Петрович, может ли в этом куске быть золото или серебро? Да, конечно, Андрей. Если это добывали и извлекли отсюда золото, то извлечь полностью невозможно. И вот в этом остатках от металлургической перооты всегда остается некоторое количество. Но количество это очень небольшое. Оказалось, наш осколок это кусочек переработанной руды, драгоценные металлы, из которого уже выделены. В институтской лаборатории Валентин Петрович показал нам, каким образом это происходит и помог подсчитать, какой процент золота содержался в том осколке изначально. Получилось прилично. Но если глубоко под землей в штреке лежала уже переработанная руда, то значит где-то там в глубинах горы действительно был еще один тайный подземный город. Возможно с плавильнями, а главное складом для уже выплавленного серебра. Мы обязательно должны проверить это, ведь если в руднике есть секретные ярусы, то какие же редчайшие находки могут в них оказаться? Мы снова готовились найти путь вглубь рудника. На этот раз решили исследовать ход, который видели на карте Валентины Христиановны за пределами города. Место очень красивое, но самое главное, что возможно здесь начинается один из ходов, который ведет в подземный город Демидовых. Это место к тому же скрыто от посторонних глаз, что обычно ценят контрабандисты. Возможно тоннель до сих пор не завален, но теперь здесь стоит вода. Субтитры создавал DimaTorzok в Субтитры создавал DimaTorzok в Субтитры создавал DimaTorzok Узко, конечно, да? Да, сужение нормально. Узко. Вода холодная, какой-то там тянет через сифон, как ты думаешь? Может тянуть? Вполне возможно, что есть уход в сифоне где-то. После землетрясения от входа осталась слишком узкая щель. И протиснуться через нее невозможно. Уходя с этого места, неожиданно на вершине холма мы обнаружили еще один вход в рудник. А как глубоко там идут разработки? Там три горизонта через 25 метров. Вот. И один шурф, колодец, который я так и не полез, потому что он очень глубокий. Камыши там делают так. Тюк-тюк-тюк. Буль. Примерно вот так. Туда надо лезть со специальным снежением. Я думаю, что больше. Это была глубокая вентиляционная шахта. Вот тут нам повезло. Мы смогли продвинуться в какие-то новые штольня. Давай тогда пролезу, посмотри. Давай. Здесь явно до нас никого не было. Да и мы попали случайно. Ледник, который толстой пробкой перекрывал вход в шахту, подтаял, и открылась узкая щель. Через нее мы и проникли в проход, который вывел нас на десятый уровень. Ага. А как-нибудь вылезем? Спасибо. Меняйте. Да, слушай. Стоять, стоять. Стоять, это тут. Красная. Ничего себе. Вот это да. Судя по этому фундаментальному сооружению, которое находится глубоко под землей, мы все-таки нашли подземный город Демидовых. Здесь было очень холодно. Неужели в таких условиях здесь работали когда-то люди? Видно, что в опасном месте свод был укреплен. И удивительно, что эта крепь сохранилась до сих пор. Причем сохранилась очень хорошо. А коридор уводил нас все дальше и глубже. Мы находились уже ниже уровня официальной схемы. Именно об этих штольнах Ледебур искал сведения. Так, смотри. Это у нас что похоже-то? Это носилки похожи, да, Сань? Да, это носилки. Это носилки, на которых носили породу, да? Да, разрабатывали. Явно старые носилки. Они вон еще видно следы топора вырублены. Ну и сама форма, смотри, да. Да, сама форма необычная. Вот как-то на них... Боком немножко антреку положу, нет, который вот еще с перекладками, с поперечками, ага. По коже нам, что они совсем истлевшие. Давай. Совсем истлевшая древесина. То есть мы дошли, видимо, в тот ярус подземелья, где на самом деле с тех демидовских времен еще никто не был, судя по этим носилкам. Ну что, пойдем дальше смотреть. Вот остался след, посмотри. След клинок деревянный до сих пор. Точно такой же клин мы видели и в полузатопленном тоннеле. Когда в первый раз залезали в один из ходов рудника. Ага, все так вообще. Бам. Вот тоже следы, ты сам. Вот, Андрей, смотри. Да. Мне кажется, а вот может быть что-то. Еще один носилки. Носилки тоже? Да. Вон там в углу похоже, да? Вон, вон в углу. И вот что-то. Вот прям. Есть вход дальше, да? А там внизу под бревнами только и дальше. Ну, идет этаж? Да, идет. Это была удача. Мы подошли к колодцу глубиной метров в сорок. Спустившись по нему, мы явно попадем на одиннадцатый уровень демидовского рудника, не отмеченный на старинной схеме и никому неизвестный. Осталось ли там что-то до сих пор, что управляющие скрывали от посторонних глаз? Однако у нас возникла проблема. Колодец был почти наглухо завален бревнами. Чтобы пролезть с него, надо сначала расчистить завал. Спасатели, которые спустились с нами в рудник, сказали, трогать ничего нельзя. Место явно обвало опасное. Потянешь за что-нибудь одно, рухнет все. Мы были готовы рискнуть и уже полезли за дополнительной страховочной веревкой, но когда нам ее сбросили, веревка зацепилась за единственный выступ. Мы не смогли ее достать. Мы заканчиваем поиск. Он начался случайно с подозрительной строчки в дневнике ученого. Тогда мы еще не знали, что наше расследование приведет нас к уникальному явлению Змейногорскому руднику. Скорее всего, профессор-биолог сунел установить, кто на руднике незаконно добывает серебро, и опасался мести со стороны тех, кого улечил. Ведь после возвращения с Алтая профессор внезапно уехал из России навсегда. Мы доказали. Рудник Демидовых глубже, чем это показывают официальные карты. Но что там внизу? Должна показать специально оснащенная экспедиция с бригадой МЧС в своем составе.